Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок, поехали! Сегодня я на обзор получила продукцию торговой марки OnlyFrench. Ну, знаете ли, само название говорит за себя, поэтому сегодня в уроке мы с вами пробежимся миллион вариаций разных френчей, начиная от самых простых и заканчивая самыми сложными. Ну и заодно посмотрим непосредственно на саму продукцию в работе. Итак, начнем обзор с каучуковой базы OnlyFrench. Девочки, честно, я сама лично в базах ничего не понимаю, но для вас сняла ее густоту и консистенцию. Кто разбирается, я думаю, тому будет понятно. База довольно-таки густая, довольно-таки вязкая. Я думаю, что растекаться она будет минимально, поэтому выравнивать ею будет довольно-таки удобно. Ну а непосредственно цветники меня просто покорили. Безумно укрывистый материал. На типс уложится без разводов в один слой. Самостоятельно выравниваются. Отлично себя ведут в покрытии. В общем, я осталась довольна этой торговой маркой. Мне безумно понравилось качество материала. Понравилась вот такая вот маслянистая консистенция этого лака. Думаю, что и цветовая палитра у моих клиентов вызовет тоже полный восторг. Ну и, собственно говоря, поехали работать. Как я вам уже говорила, сегодня мы с вами пробежимся по френчикам. Использовать будем цвета только этой торговой марки, поэтому вы можете посмотреть полностью, как же они ведут себя в работе. Итак, что же такое французский маникюр? Французский маникюр – это когда у нас ноготочек покрыт материалом, цветом, приблизительно напоминающим цвет натурального ногтевого ложа, и нарисован белый свободный край, имитирующий, опять же, идеально белый отрастающий ноготок. К сожалению, такого белого ноготка в природе не существует, поэтому в любом случае нам нужно его рисовать. Как вы уже знаете, находясь на моем канале некоторое время, я люблю рисовать френчи косой кисточкой, но такая техника подходит в основном к гель-краскам. К сожалению, гель-лаки косой кистью рисовать неудобно, поэтому лучше рисовать все-таки тоненькой кисточкой. И если кто-то обратил внимание, я люблю делать так называемые френчи на вырост, то есть я загоняю усы улыбочки где-то на 3 мм выше в роста натурального ногтя, для того, чтобы до коррекции, когда человек ко мне приходит на коррекцию, френч не выглядел телепающимся в воздухе. Но чисто белый френч я, если честно, не люблю. Для меня он кажется слишком скучным, поэтому я обожаю затирать свои френчики всякими разными пигментами. Это мне позволяет материал, поскольку он липкий. Опять же, люблю добавлять всякие хлопья юки для блеска. Очень мне нравятся последние тенденции, когда рисуют вот такие вот френчи на контрастных оттенках, то есть и камуфляж цветной, и кончик цветной. Френч градиент тоже безумно красиво смотрится на ручках клиентов, и причем делается очень просто и очень быстро. Если вы работаете довольно-таки плотными материалами, то перемешать между собой два оттенка не составляет совершенно никакого труда. Еще один вариант, когда у нас переход цвета от кутикулы до свободного края, такой себе френч-амбре. К сожалению, такой френчик на коротких ноготочках, конечно, не сделаешь, потому что переход цвета будет нечитаемый. Но я, к сожалению, здесь я слегка убежала из камеры, но думаю, интуитивно понятно, что же я здесь делала. Следующий вариантик, девочки, элементарнейший, френч-полосками. Потрясающий результат, потрясающий дизайн, который, ну, совершенно простой. Его нарисует любой мастер, но при этом смотрится довольно-таки интересно. Но, опять же, такой вариант будет требователен к длине, то есть на совсем коротких ноготочках будет просто нечитаем. Ну и в данном варианте полосками мы можем скорректировать свой ноготочек. Если у нас широкие пальчики, то мы полосочку располагаем в длину. Если у нас пальчики длинные, узенькие, то мы можем позволить себе сделать горизонтальную полоску. Да, то есть тоже будет довольно-таки интересный вариант. Если усложнять этот вариант, получится френч в клетку. То есть мы делаем и горизонтальные полоски, и вертикальные, получаем клеточки. Следующий вариант, девочки, френчик в точечку. То есть был френчик в полосочку, стал френчик в кружочек. Чем проще всего рисовать кружочки? Конечно же, дотсом. Берем дотс, выставляем кружочки какого угодно размера, какого угодно цвета. Следим, чтобы цвета у нас сочетались при этом довольно-таки симпатично. Но наша цветовая палитра вся между собой сочетается. Та цветовая палитра, которая вот у меня из OnlyFrench, она сочетается вся. Поэтому просто выставляем точечек, в качестве украшаловок добавляем камифу-буки, которые тоже точечки, но при этом блестящие. Получаем вот такой вот интересный вариант френча. Для того, чтобы подчеркнуть наш кончик из точечек, опять же по линии улыбки выставляем что? Конечно же, точечки, потому что у нас френч из кружочков. Далее, френч из полосок геометрический. Здесь у нас полосочки пересекаются между собой. Под углами получаем геометрию. Опять же, какую геометрию мы можем здесь получить? Да ну, в зависимости от того, как мы перечеркнем эти полоски, у нас получится миллион различных вариаций. Отпускаем свою фантазию на вольные хлеба и рисуем так, как нашей левой ноге хочется. Если вы расположите вот этот вот дизайн в зоне френча, у вас в любом случае получится френч. Вывод отсюда вас следует такой, что весь дизайн, любой дизайн, который располагается в зоне френча является френчем. Поэтому ограничивать себя только белым кончиком вообще совершенно бессмысленно, потому что миллионы разных френчей вокруг нас. Далее френч кружевной. Вот кружевной френч можно положить совершенно на любой цвет камуфляжа, на любой цвет основы. Можно и на красные ногти, и на синие, и какие угодно. Здесь нам не нужно имитировать натуральный ноготь, поэтому мы можем использовать вот такие вот интересные яркие цветные подложки. Но при этом для клиентов, которые любят френч, это все равно остается френчем. ПОДПИШИСЬ! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а теперь, если вы обратили внимание, как нужно было. Внимание, на моих ручках тоже выполнен френчер. Я ненавижу на своих руках белый френч. Вот терпеть не могу, он меня начинает бесить ровно через 5 минут после того, как я его нарисовала. Поэтому чисто белый френч на своих руках я не увижу, наверное, никогда. Поэтому я всегда делаю что-нибудь интересненькое. И, конечно же, вы собрались именно для того, чтобы посмотреть вот этот дизайн, потому что он уже собрал миллион лайков в инстаграме. Все его очень просили, поэтому вперед и с песнями. Итак, в этом френчике я собрала по максимуму. У нас здесь втирка пигментом. У нас перекрыт ноготочек глянцевым финишем, кончик перекрыт матовым финишем. На кончике у меня нарисованы цветочки, к которым добавлена прорисовка кружева. Получается, собственно говоря, все то, что мы с вами уже проходили по отдельности, если совместить вместе, то получается вот такой вот потрясающе сложный и очень интересно смотрящийся дизайн. На своей ручке я на безымянном пальчике, который у меня полностью покрыт таким дизайном, хотела расположить еще стразинки, но потом мне просто стало жалко закрывать вот такую потрясающую прорисовку. Хотя, в принципе, стразы смотрелись бы тоже очень симпатично. Вот и готов дизайн с моей руки. Получилось просто потрясающе. На самом деле, девочки, сегодняшний урок это только миллионная часть из того, что можно придумать. Это я вот села и буквально за часик накидала френчиков. Если посидеть и подумать, то можно действительно придумать миллиарды всевозможных идей и ни разу не повториться. Поэтому, девчат, не ограничивайте себя. У вас все получится. Просто сядьте и подумайте, что можно расположить на любую длину, на любую форму ногтей, на любые ноготки. Френчик всегда смотрится очень интересно. Главное придумать, чем же его немножечко усложнить для того, чтобы получить новый интересный вариант. Ну, а я еще раз благодарю компанию OnlyFrench за предоставленные материалы. Ссылочку на магазин, конечно же, оставлю в описании. Ну, а мы с вами увидимся в новых уроках. Всем до новых встреч. Пока-пока.